Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кроме этого физика знала еще два вида взаимодействий. Это так называемые ядерные силы, сильные взаимодействия, которые ответственны за то, что одноименно заряженные протоны, частицы ядра удерживаются в компактном сжатом состоянии, а не разлетаются из-за наличия кулоновских сил отталкивания одноименных зарядов. И, наконец, так называемые слабые взаимодействия, это силы, которые действуют тоже внутри ядра и которые ответственны за так называемый бета-радиоактивный распад ядер, который приводит к электронной радиоактивности. Девушки отдыхают Есть такой математический раздел, с которым сейчас приходится сталкиваться даже инженером. Он искал возможность создания более общих теорий, чем то, что давал этот раздел математики. И в конце своей статьи он обронил одну единственную фразу, не будь он математиком, поскольку за математические работы Нобелевских премий не дают, будь он физиком, за одну эту фразу с позиции того, что мы понимаем сейчас, ему надо было бы давать Нобелевскую премию. К сожалению, здесь имеет место еще одно ограничение, Нобелевских премий не дают посмертно, а Ильик Артан более 20 лет назад скончался, это было после войны. Так вот, эта фраза звучала очень просто. В природе должны существовать поля, которые порождаются вращением. Ну, тогда у него это было, звучало более строго с физической точки зрения. Должны существовать поля, которые порождаются плотностью углового момента вращения. Все мы со школьной скамьи знаем, что есть такой независимый параметр у материи, у элементарных частиц, у массивных тел, как масса. Масса порождает гравитационное поле. И гравитационное поле ответственно за взаимодействие между телами, которые обладают массой. Они притягиваются. Поскольку все поля порождаются их первичными носителями, элементарными частицами, то каждому независимому параметру элементарные частицы должно соответствовать свое материальное поле, которое ответственно за взаимодействие между частицами по данному параметру. Вот как я вам только что сказал. Есть независимый параметр массы, есть гравитационное поле, есть другой параметр у частиц, заряд. Возникает электромагнитное поле. Но если это так, то тогда любой физик честно должен признаться, что неотвратимо нужно сказать, что существует еще один параметр самостоятельный. Это спин вращения частиц или макроскопических объектов. Спин, как параметр квантовый, он никак не связан ни с массой, ни с зарядом. Это самостоятельный физический параметр. И если все то, что мы с вами сейчас только что говорили правильно, а это правильно, потому что это просто вытекает из того, что наблюдают в природе, это не может быть неправильно, то тогда нужно сказать, что этому свойству, спину, вращения, неотвратимо должно соответствовать поле, какое-то самостоятельное физическое поле, оно неотвратимо должно существовать, благодаря которому вращающиеся объекты должны как-то взаимодействовать между собой. Как это другое дело, это надо выяснить. Но такое поле должно существовать. Так вот, то поле, о котором говорил Картак, как раз и есть то поле, которое порождается спином, которое порождается вращением. Это поле получило название в физике торшин-филд, торсионные поля, или в переводе на русский язык поля кручения, торшин крутить. Надо сказать, что исследования, которые проводились на протяжении последних десятилетий, позволили сделать две группы очень важных выводов. Первое, это то, о чем говорил Шипов в предыдущих лекциях. Что есть такая независимая универсальная среда в природе, которая пронизывает все пространство. Это физический вакуум. И вот эта среда, в зависимости от того, с чем она взаимодействует, она меняет свои свойства. Или, как говорят физики, она приобретает какую-то поляризацию. Поэтому с этой точки зрения надо сказать, что если вот в какой-то точке пространства появляется тело, обладающее зарядом, то оно таким образом взаимодействует с этой средой, так ее поляризует, что эта среда обретает такие свойства, которые мы называем гравитационным полем. Если в некоторой точке появляется заряд, то он по-другому взаимодействует с этой средой. Он по-другому ее поляризует. И тогда в этом состоянии эта среда обретает свойства, которые мы называем электромагнитным полем. Если в этой же самой среде появляется объект, который обладает спином, вращением, то уже третьим образом взаимодействует с этой средой, по-другому поляризует. И в этом состоянии эта же самая среда, вот этот физический вакуум, обретает свойства, которые тождественны тому, что мы называем торсионными полями. То есть одна и та же среда в разных состояниях в одном случае проявляет себя как гравитационное поле, в другом случае как электромагнитное поле, в третьем случае как торсионное поле. Третья группа выводов, которая чрезвычайно важна, это то, что торсионные поля, как показала практика, обладают крайне необычными свойствами. Первое свойство торсионных полей, это то, что торсионные поля порождаются спином, вращением. Все, что вращается, от квантового вращения элементарных частиц до вращения Вселенной, все порождает эти поля. Торсионные поля порождаются такими часто попадающими нам на глаза вращающимися объектами, как колесо автомобиля или велосипеда, это тоже источники торсионных полей. Для постороннего наблюдателя вращающаяся Земля, это тоже источник торсионного поля, для нас вращающиеся звезды тоже являются источниками торсионных полей. Вращение галактик тоже создает торсионные поля. Когда оказывается, что в отличие от электромагнетизма, где ситуация предельно проста, есть заряд, есть электромагнитное поле, нет заряда, нет электромагнитного поля, то оказывается, в торсионных полях ситуация сложнее. Помимо стандартной ситуации, когда есть источник с вращением, есть торсионное поле, нет этого источника, нет поля. Существует еще несколько ситуаций, когда торсионное поле может быть. Вот оказывается, природа устроена таким образом, что оказывается, эти торсионные поля вот этим физическим вакуумом, вот этой невидимой средой, которая, как я сказал, пронизывает все пространство, когда эта среда сама может порождать вот это торсионное поле. Или, как говорят физики, эти поля могут физическим вакуумом самогенерироваться. Они самопроизвольно могут возникать. Более интересная ситуация, это ситуация, когда это поле порождается просто какой-то формой. Я думаю, никому не надо напоминать, или, по крайней мере, большинству здесь присутствующих, не надо напоминать о непонятных явлениях, которые происходят в пирамидах. Вот вам пример. Пирамиды не вращаются, а эффект там есть. И, наконец, третья ситуация. Оказывается, природа устроена таким образом, что, когда у нас есть масса, и возникает гравитационное поле, то тогда в этой среде, по крайней мере, на макроскопическом уровне, не наблюдаются никаких эффектов, кроме гравитационных. Гравитационное поле существует и проявляется в чистом виде. Когда существует источник с вращением, со спином, то тогда возникает торсионное поле. И никаких явлений, кроме торсионных, мы в этой области, где существует торсионное поле, мы не видим. Торсионное поле проявляется в чистом виде. Но вот что уж совсем было неожиданным, это когда речь заходит об электромагнитном поле, о котором мы, казалось бы, знаем всё. Оказывается, что природа устроена таким образом, что если в некоторой области пространства есть электромагнитное поле, неважно какое, электростатическое или волновое, и неважно, каким образом созданное, но если вот в этой области пространства существует электромагнитное поле, там всегда существует, как качество побочного эффекта, компонента торсионного поля. Оказывается, не могут существовать электромагнитные поля, не порождают торсионную компоненту. Следующее свойство торсионных полей. Средой, через которую распространяется торсионное поле в пространстве, является физический вакуум, вот это вот ненаблюдаемое в нормальном состоянии среда. Оказывается, что эта среда по отношению к торсионным волнам ведет себя как некая голограмма. Она устроена таким образом, с точки зрения, как говорят физики, своей спиновой структуры, что она проявляет свойства некой голограммы. Еще два очень важных свойства, и тоже крайне необычных. Вот они как раз, я вам перечисляю сейчас свойства, и вы по мере того, как я буду говорить, все больше будете убеждаться в том, насколько необычный для физики объект оказался в виде вот этих так называемых торсионных полей. Все мы с вами привыкли, по школьному курсу, что для электромагнитных и гравитационных полей действует закон обратных квадратов. Помните закон Кулона? Сила пропорциональна произведению зарядов, деленные на квадрат расстояния. Или закон Ньютона? Произведение сила равна произведению масс, опять же на квадрат расстояния. И все привыкли к этому настолько, то считают, что в природе никак иначе быть и не может. Не только теоретически, но и экспериментально выяснилось, что для торсионных полей нет зависимости интенсивности от расстояния вообще. И для передачи сигнала или воздействия на расстоянии 3 метра или там 3 миллиона километров нет никакой разницы. Интенсивность при этом меняться не будет. Не менее невероятные свойства. Все привыкли к тому, даже не физике, из-за того, что это часто повторяют, это знают уже практически все, что не может быть в природе скоростей больше скорости света. Это повторяется так часто, что к этому все привыкли и считают, что это доказанный факт. Хотя в действительности это никогда никто не доказывал ни теоретически, и никогда никто не доказывал экспериментально. Эйнштейном утверждение о том, что скорость света является величиной, которая характеризует скорость распространения, групповую скорость распространения гравитационных волн, было взято в качестве аксиомы, в качестве исходного предположения своей теории относительности. А физика считала, что это так, поскольку с другими факторами, которые бы противоречили этой аксиоме, просто не встречались. В той небольшой группе физиков, которые занимаются астрофизикой, уже на протяжении более 20 лет, известно более полутора десятков объектов в космосе, звезд, которые двигаются со скоростями до 10 раз превышающими скорость света. Что можно прочесть в одном из обзоров, который был опубликован в 1985 году в журнале «Успехи физических наук». Так вот, есть основания считать, что групповая скорость торсионных волн является просто бесконечно большой. То есть сигнал распространяется мгновенно. А теоретическая оценка, она говорит о том, что если все-таки этот сигнал окажется не бесконечно большим, но он будет большим очень для нас, то он ни в коем случае не может быть меньше, чем 10 в девятой умножить на скорость света, то есть миллиард раз больше скорости света. Еще одно очень важное свойство. Противоположность тому, что мы привыкли в электромагнетизме, когда одноименные заряды отталкиваются. В торсионных полях все наоборот. Одноименные заряды, то есть объекты, которые вращаются в одну сторону, как говорят физики, торсионные заряды, объекты, которые вращаются в одну сторону. Они наоборот притягиваются, неважно, вращаются они оба в левую или оба в правую сторону, а разноименные наоборот отталкиваются. В период 1980-1981 годов была проведена совершенно невероятная по своему объёму работа, как говорят специалисты в области информации, по патентному информационному поиску. Было перевёрнуто громадное количество литературы, физической литературы. За период с 1940-го по 1980-й год, за 40 лет. Физике было известно около полутора десятков экспериментов, около полутора десятков экспериментов, которым не смогли найти вообще никакого объяснения. Причём в самых разнообразных областях. Это и оптика, и физика высоких энергий, и механика, и астрофизика. Я приведу в качестве примера только несколько таких вариантов. В 1976 году американские исследователи в области лазерной физики проводили эксперименты по изучению прохождения лазерных излучений через холодные пары натрия. Это была некая очень важная работа в русле задач, которые стояли в области космической физики. Эксперимент был довольно прост. Имеется лазерный источник, который расщепляется на два параллельных луча, которые проходят через герметически запаянную кибету с холодными парами натрия. Известно, что, по крайней мере, на макроскопическом уровне фотоны не взаимодействуют, и поэтому лазерные лучи, не взаимодействуя между собой, поскольку расстояние было между ними несколько миллиметров, они и не могли изменить взаимное расположение при своём движении в пространстве, ни до кювета, ни в кювете, ни после неё. И так происходило до тех пор, пока проводился цикл исследований, который был связан с использованием линейно поляризованных лазерных лучей. Но когда стали использовать циркулярно поляризованные лазерные лучи, то тогда выяснилась следующая деталь. Если циркулярная поляризация в обоих лучах была одинаковая, в обоих лучах правая или в обоих лучах левая, то на интервале порядка одного метра, базы, на которой проводился этот эксперимент, на макроскопическом уровне наблюдалось схождение этих лучей. То есть они вели себя так, как будто между ними действует сила взаимного притяжения. Тогда, когда поляризация была разнонаправленная, в одном луче левая, в другом правая, то лучи, наоборот, расходились, и это было дождественно наличию сил отталкивания. Эти работы были опубликованы в журнале Physical Letters, и на протяжении длительного времени они не находили никакого объяснения. Учитывая факт, что циркулярная поляризация равноценно появлению торсионного поля у одного и у второго лучей, со всеми вытекающими отсюда неотвратимыми результатами взаимодействия между ними через торсионные поля, то поэтому на протяжении последнего периода времени появилась целая серия работ, как зарубежных, так и отечественных, в которых было показано, что с точки зрения торсионных полей не только можно дать убедительное объяснение того, что наблюдается в этом эксперименте, качественно, но и дать удовлетворительные количественные расчеты, описывающие то, что наблюдается в этом эксперименте. Вы создаете впечатление нетрадиционных ученых. Традиционные ученые сидят в лабораториях, работают, а вы выходите на широкую аудиторию, вы ездите, вы как бы лекторы. Что-то заставило вас именно такой образ жизни вести? Я должен сказать, что по всей вероятности эта оценка несколько преувеличена, потому что всегда в науке находилось немалое количество ученых, которые занимались тем же самым и в прошлом веке, и в веке нынешнем. Но вы правы в том смысле, что действительно есть ряд исходных соображений, которые просто требуют от нас вырабатывать именно такую стратегию. И это связано с тремя причинами. Первая причина заключается в том, что практика показывает, что эффективность развития научной и технической сферы в любом обществе зависит от того, есть готовность этого общества к занятию профессиональной работой на каком-то профессиональном уровне или нет. Вот очень много в свое время и до сегодняшнего дня говорили и говорят о экономическом чуде в Японии. Но технологический прорыв был подготовлен тем, что еще в 1938 году в Японии было принято законодательно обязательное десятилетнее образование. Про это как-то забывают. Так вот, точно так же и здесь. Мне помнится эпизод, который имел место почти 20 лет назад, когда у нас наблюдалась первая попытка догнать в области микроэлектроники отставания от ведущих стран западного мира, когда целенаправленно были выделены большие валютные ресурсы для закупки целых заводов по производству современного микроэлектронного оборудования. Так вот, на Украине был построен один из заводов, который затем на протяжении многих лет простаивал просто из-за того, что не могли набрать кадры рабочих, которые бы могли работать с тонкими технологиями в области микроэлектроники. Вот что такое, так сказать, уровень образования, уровень готовности к общению с этой технологией, в первую очередь на уровне производства. Значит, поэтому, Евгений Иванович и я, мы, значит, на протяжении уже многих лет исходим из того, что как бы мы не были заняты, мы можем отказать в случае, если нас приглашают какие-нибудь академические организации или какие-то отраслевые организации, но в 100% случаев из 100% мы всегда все отодвигаем и идем в аудиторию, если речь идет о школьниках, о студентах, о учителях и о преподавателях вузов. То есть вы заглядываете в будущее? Совершенно верно. Люди, которые оканчивают вузы, должны знать, какие научные основы лежат в основе той технологии, с которой они столкнутся тогда, когда они окончат вузы. Массы населения должны быть готовы к восприятию той техники, которая является необычной. И тоже вот один пример. Вот мои старики, значит, рассказывали мне, бабушке и дедушке, как проходила радиофикация в нашей стране в 30-е годы, когда в деревнях вешали на столбе репродуктор, который говорил, а местные ходили, заглядывали за столб, не прячется ли там кто-то, кто говорит. Вот так вот, не должно быть такой ситуации. Люди должны в своей массе понимать, с чем они будут сталкиваться даже на уровне быта. Наши выступления, например, на уровне производственных организаций, они направлены на то, чтобы побудить научные производственные организации приступить к работам в том направлении, в которое мы ведем, и сами становиться творцами того, что мы делаем. Важным астрофизическим фактором, который говорил о том, что торсионные поля наблюдаемы, были эксперименты, которые были выполнены первоначально Николаем Александровичем Козыревым, а которые затем были воспроизведены двумя независимыми группами. С одной стороны, это группа, которая возглавлялась в Новосибирске Михаилом Михайловичем Лаврентьевым, академиком, группа под руководством Ягановой Елены Аршавировны, и группа, которая проводила аналогичные эксперименты здесь, в рамках главной астрономической обсерватории, эксперименты, которые выполнял Пугач. И эти эксперименты, они, наряду с экспериментами Козырева, опубликованы все. В частности, результаты работы, которые выполняются новосибирцами, они публикованы в докладах Академии науки, их можно прочесть. Образно выражаясь, когда мы с вами вот смотрим на звездное небо и любуемся звездами, и тогда, когда астрофизики изучают это звездное небо, то они фактически занимаются, как образно выразился один из московских астрофизиков, они занимаются палеоастрономией. Потому что звезды за те миллионы лет, пока свет от них идет до Земли, давно переместились в другие места. И мы наблюдаем звезды на тех местах, где им давным-давно уже нету. Поэтому, естественно, возникала и существует до сегодняшнего дня проблема. А что же из себя представляет звездное небо сегодня? Вот если бы расставить звезды по их местам, то что бы мы увидели? И с точки зрения физики это изменение положения звезд на небе, что бы отражало? Так вот, Козырев был первым человеком, который высказал предположение, что физические объекты должны нести какой-то сигнал, который он, не зная других физических теорий, назвал потоком времени, сам того не подозревая, переоткрыв своеобразную одно из проявлений теории торсионных полей, что видно просто из его публикации. Но смысл работ заключался в следующем. Значит, вот есть некий телескоп. И вот положение звезды, которое мы наблюдаем сегодня через этот телескоп. Если положение этой звезды нам было известно в течение какие-то моменты времени в далеком прошлом, то тогда, зная, в какие моменты времени эта звезда занимала какие положения, можно путем очень простого расчета показать, вычислить, с какой скоростью эта звезда перемещается. И тогда, аппроксимировав траекторию движения этой звезды, можно сказать, что за то время, пока свет идет до Земли, а это по так называемому красному смещению рассчитывается экспериментально, то можно сказать, что за это время звезда должна была занять вот какое положение в небе. Дальше делается следующее. В фокус такого зеркального телескопа ставится прибор, который меряет некий энергетический поток. И для того, чтобы не перепутать принимаемый сигнал с электромагнитным, вход этого телескопа экранируется либо черной бумагой, либо металлической фольгой. Все уже, внутрь телескопа ничего электромагнитного уже попасть не может. По крайней мере, в оптической области, на которой рассчитан телескоп, и, так сказать, ИК, и ультрафиолета. И оказывается, что в том случае, что если в этой ситуации телескоп наводится на некую область, где потенциально предсказывая теория должна была бы находиться звезда, и если эту область немножечко отсканировать, то можно найти точку, при которой фиксируется интенсивный сигнал. Но если мы говорим о том, что мы фиксируем сигнал в той точке, где она находится сейчас, то это может произойти только в том случае, если какой-то физический сигнал попадет на Землю либо мгновенно, либо попадет за какой-то невероятно маленький интервал времени, с какой-то невероятно большой скоростью дойдет. И вот сейчас эти эксперименты, повторенные в трех организациях, которые уже не дают усомниться в том, что это так, они являются своеобразным экспериментальным подтверждением того, что, да, действительно, торсионные сигналы имеют столь высокую скорость распространения. Новая идея сначала воспринимается с позиции «этого не может быть», затем с позиции, что возможно здесь что-то есть, и, наконец, третья ситуация жизни новой идеи, когда утверждается, что это же всем известно. Так сегодня какая позиция? Сейчас завершение второго этапа. Этого это может быть. А у вас есть нечто? Я знаю, что там у вас есть уже генераторы, а есть ли такое нечто, что, как бы сказать, абсолютное доказательство и убедительно могло было быть для всех? Вы знаете, таких доказательств на сегодняшний день существует уже очень много. Значит, на сегодняшний день имеется почти полтора десятка различного рода, как наших, так и зарубежных, фундаментальных экспериментов, которые вот для физиков как раз являются убедительными, и которые выполнены либо учеными, либо научными коллективами, либо научными организациями, которые авторитетны для любого коллектива ученых. На сегодняшний день есть технические разработки, доведенные до, так сказать, технической реализации или до внедрения, которые убедительны для инженеров. Теперь мы давайте проанализируем эту ситуацию просто конкретно по каждому из этих направлений. Первое направление. Это одна из актуальных задач. Это проблема, связанная с источниками энергии. В нынешней ситуации проблемы источников энергии имеют очень много аспектов, как правило, негативно. Один аспект, экологический, практически все источники энергии являются собой какую-то угрозу для человечества. Второй аспект, диаметрально противоположный, это близость к исчерпанию ресурсов энергосырья. Вот как показали расчеты, которые выполнены как у нас, так и за рубежом, ситуация такова. Если не считать угля, а считать нефть и газ, как наиболее употребимые, наиболее ходовые источники, сжигаемого топлива, то если мы учтем все объемы добычи нефти сейчас, если мы учтем потенциально возможный рост этой добычи от тех месторождений, которые обнаружены, разведаны, но которые еще не эксплуатируются, если мы к этому добавим потенциальное количество нефти, которое может быть получено от тех месторождений, которые еще не открыты, но которые могут быть открыты, но которые прогнозируются, то при нынешнем темпе сжигания топлива в день запасов топлива на земле хватит от силы на 50-70 лет. Ряд изобретателей еще лет 30-35 назад утверждали, что можно получать энергию из физического вакуума, то есть вот из той самой среды, которая, как я вам сказал, заполняет все пространство, и которая, объясняя по-другому, Ньютон называл эфиром для объяснения своей теории гравитации. Один аспект этой проблемы. Эти люди говорили о том, что вот надо, что можно брать энергию оттуда, но их физического уровня было недостаточно для того, чтобы понять, как это сделать с точки зрения объяснения. Парадокс ситуации заключался в том, что они говорили, что мы получаем энергию из физического вакуума, объяснить это внятно физикам не могли, но имели устройства, которые демонстрировали некие необычные результаты, о чем я скажу чуть ниже. Так вот, слушая эти слова, любой физик, тем сильнее, чем более высокий уровень он занимал, багровел и говорил, что это все, так сказать, некие бредни человека, который не разбирается в физике. что физический вакуум это система в природе, которая обладает наинизшей возможной энергией, и поэтому оттуда взять уже ничего нельзя. Как физики, я должен сказать, что все, что говорилось, является, вот то, что сейчас скажем, является святой правдой. Это действительно так. С точки зрения современной физики, физический вакуум это система с минимальной энергией. И казалось бы, что после этого, так сказать, возразить уже нечего. Вот здесь приходится вспомнить пролетарского писателя Максима Горького, который однажды сказал, что факт еще не вся правда. Так вот, те, кто это говорили, говорили правду, но, к сожалению, говорили правду не всю. Потому что эти же самые академики, когда они писали учебники для студентов, где надо было говорить всю правду, они писали нечто большее. Ну, в частности, в учебнике для аспиранта, который был издан 10 лет назад физическим факультетом Московского университета, было сказано нечто следующее, что, так сказать, вообще, нормальному физику было известно и так, и без этих учебников, по многочисленным другим публикациям, где говорилось, что вот есть некие физики, которые утверждают, что физический вакуум, так как эта система с минимальной энергией, то там никакую энергию оттуда взять уже нельзя. Но, говорилось в этом учебнике, при этом как бы забывают, что вот эта система является динамической, что она испытывает интенсивные флюктуации. А вот если подсчитать энергию этих флюктуаций, то оказывается, что эта энергия равна бесконечности. Чувствуете разницу? Одно утверждение, что оттуда взять ничего нельзя, второе утверждение, что там бесконечно много, всего исчерпать невозможно. Так вот, что такое процесс получения энергии, тогда, когда пользуются сжигаемым топливом? Мы взяли какое-то количество нефти и сожгли ее. Что мы сделали? Мы разорвали связи между атомами в молекуле. Высвободилась какая-то энергия, вот это то тепло, которое мы получили. Таким образом, косвенным показателем эффективности сжигаемого топлива, ориентированного на такой принцип, является плотность вещества. Мы же ее разрушаем. Теперь физики говорят, мы будем разрушать связи не атомов в молекуле, а частиц в ядре атома. Получается ядерный источник энергии. Но плотность ядра это 10 в 14 степени граммный кубический сантиметр. Вот в такое количество раз термоядерные источники энергии были бы эффективнее, если бы они были как промышленные образцы, а не как лабораторные установки. Эффективнее, чем сжигали его источники для сжигания топлива. Теперь воспользуемся цифрой, которая была впервые опубликована независимо друг от друга, Джоном Уиллером в США и академиком Зельдовичем, к сожалению, ныне покойным, в СССР. был проведен очень простой расчет, который показал, что если вот эту энергию флюктуации физического вакуума пересчитать в эквивалентную плотность, то величина эквивалентной плотности будет равняться 10 в 95 степени граммно-кубический сантиметр. Мы с вами только что сказали, что в 10-14 степени более эффективны термоядерные источники энергии. А оказывается, что энергия флюктуации дает источник энергии, который против термоядерных обладает еще большей эффективностью, которая больше в 10-81 степени раз, число у которого в математике нет названия. В сегодняшний день здесь все, что необходимо для того, чтобы считать, что нынешнее направление оно прочно стоит на ногах. Есть фундаментальные теории, есть фундаментальные эксперименты и есть технологические приложения промышленные. А летающая тарелка, это правда? Я могу сказать об этом. Вы знаете, у вас в Твери, тогда это был Калининград, Калининград. Калининград. Калининград, извините, Калининград. Значит, несколько лет назад на кафедре теоретической механики в Политехническом институте работал Филатов. И он проводил эксперименты. Эти эксперименты были удивительны. Он сталкивал гироскопы между собой. И получил результаты, которые показывают, что механика Ньютона ограничена даже в нереативистском приближении. Для малых скоростей. Для малых скоростей. И когда он показал эти эксперименты, результаты этих экспериментов ученым, то они пришли в такое внегодование. То есть они ему не поверили. На самом деле, он как раз экспериментально подтвердил существование таких законов, которые можно положить в основу создания летающей тарелки. То есть можно оказать... Вот он доказывал своими экспериментами, что можно создать летающую тарелку земного происхождения. И вот сейчас эти работы продолжены. Независимо от Филатова... Да, нами. Независимо от Филатова Владимир Николаевич Толчин в Перми сделал такую установку... Еще в 30-е годы. В 30-е годы. А затем очень активно в 60-е, в конце 60-х годов эту установку пропагандировал. По телевидению, по радио, в печати. И вот это его устройство демонстрировало нам, что мы можем создать летающую тарелку земного происхождения. В настоящее время эти приборы сконструированы в более совершенной форме... Изготовлены. Изготовлены. Изготовлены и проверены. Проведены испытания в МПО «Энергия». Стендовые испытания. Стендовые. Были получены положительные результаты. Значит, предполагается, что эта установка возможно в этом году пройдет испытание на станции «Мир» в космосе. И это будет, так сказать, последняя точка, которая может быть поставлена в спорах относительно подобного рода технических устройств. Но одновременно с этим я хочу сказать, что есть два аспекта в этой проблеме. Первая проблема заключается в том, что мы можем создавать, и это для науки гораздо более важно, важнее, чем все остальное. Даже вот сама формулировка ухологическая есть тарелки или нет тарелок. Вот есть более важные проблемы. Могут ли существовать транспортные, двигательные средства, которые работают на не-Ньютоновских принципах. На принципах, которые выходят за рамки механики Ньютона. Вот Геннадий Иванович был первым человеком, который мог теоретически строго показать, что из себя представляет механика, который является более общей, чем механика Ньютона, в рамках которой такие эффекты возможны. Вторая проблема, это вот о чем мы упомянули, это собственно проблема летающих тарелок. Потому что спор на неком, так сказать, серьезном уровне крутится вокруг, казалось бы, предельно простого вопроса. А вообще-то есть эти объекты или нет? Потому что изначально громадное количество представителей той научной сферы, которую называют традиционной или официальной наукой, отказывается обсуждать даже эту проблему, ссылаясь на то, что нет убедительных доказательств, что эти объекты существуют вообще. Что это не оптический обман, что это не галлюцинации, что это не атмосферные явления или оптические явления. И так далее. Так вот, на сегодняшний день существует целый ряд практических результатов, которые свидетельствуют о том, что эти объекты есть. Первое. Я хочу обратить внимание, что еще два года назад несколько раз в центральной официальной прессе нашей страны представители штаба на уровне начальника штаба и его заместителей официально заявляли, что служба противовоздушной обороны эти объекты наблюдают. Куда более серьезные, более, так сказать, авторитетные подтверждения. Существует немалое количество, несколько сот материалов, которые прошли официальную экспертизу и в рамках которых совершенно четко и однозначно официальными органами подтверждено, что это не фальсификация, что это подлинные съемки того, что действительно происходило. Вот в нашем центре, например, имеется целая кассета видеофильма того, как в центральной Европе в одной из горных мест прилетали, садились летающие тарелки. Этот фильм, который прошел экспертизу в официальных органах Соединенных Штатов Америки. И там эти объекты видно так же, как мы наблюдаем тогда, когда там близко пролетает самолет или вертолет. То есть вы говорите о том, что есть цивилизации, которые посылают эти тарелки? Вы знаете, вот дальше уже начинается область логических рассуждений, а не доказательств. Если мы говорим о том, что есть некие аппараты, неважно, пилотируемые или не пилотируемые, но которые представляют из себя в нашем понимании технические устройства, то значит должны быть какие-то разумные существа, гуманоиды или не гуманоиды, это уже не важно, но мыслящие существа, которые создают эту технику. А если это так, то тогда ничего не остается, как сделать следующий вывод, вывод номер три, связанный с тем, что такие цивилизации неотвратимо существуют. В одном из авиаполков, те материалы, которые я лично смотрел, которые были представлены Мариной Лаврентьевной Поповичей, значит в одном из полков проходили воздушные учения. Значит один самолет летел, тот, который выполнял боевое задание, а на втором самолете летел командир, который, значит, наблюдал за выполнением боевого задания. Естественно, что на обоих самолетах были контрольные устройства, которые должны были фиксировать объективно все то, что выполнялось в ходе этого контрольного задания. Так вот, значит на том самолете, на котором находился пилот, который выполнял боевое задание, на том самолете находился радиолокатор носовой, который позволял наблюдать все, что перед ним. А на том самолете, где, значит, летел проверяющий, командир части, там помимо такого же локатора стоял еще инфракрасный локатор. Естественно, что и там, и там были кинокамеры. Так вот, когда они возвращались обратно с выполнения задания, летя параллельными курсами, они увидели, что потом обнаружили, было зафиксировано всеми техническими средствами, перед собой некий огненный шар, размером, как они говорят, по их оценкам, около 500 метров в диаметре. Все попытки его облететь ничего не давали. Он, так сказать, выстраивался все время им по курсу, как только они куда-то отклоняются. И только, так сказать, за несколько километров до того, как они должны были, так сказать, соприкоснуться или столкнуться с этим объектом, он сам ушел в сторону. Так вот, это было зафиксировано. Это не только они видели, в чем можно было бы усомниться, приписать это каким-то психологическим эффектом, галлюцинацием и так далее. Но у приборов нет психологии, у них нет галлюцинации. Это было зафиксировано на обоих кинокамерах обоих самолетов, это было зафиксировано на радиолокаторах, которые были записаны тоже кинокамерой и другой, и на инфракрасной камере. То есть, сразу в целом рядом независимых приводов. Вот. Так вот, возникает вторая проблема. Если мы, то есть, в рамках этого круга проблем мы говорим о том, что есть результаты технической регистрации этих объектов, которые говорят о том, что они есть. Но если мы из-за наличия технических аппаратов делаем вывод, что неотвратимо должны существовать цивилизации, которые делают эти аппараты, то тогда возникает вопрос, а этому доказать как-то можем или нет? К сожалению, приборных средств этого пока нет. Но есть люди, которые относятся к тем экстрасенсам, которые обладают ясновидением, которых называют контактерами, которые, как они утверждают, что непроверяемо приборно, что они имеют контакты с некими цивилизациями. И вот тогда, когда они переходят в некое состояние измененного сознания, они перестают видеть окружающий мир, и тогда они видят, так сказать, ту цивилизацию, с которой они контактируют. Так вот, существует в отсутствии приборных методов только один научный способ, который может дать возможность хотя бы в предварительном плане сделать вывод относительно того, что есть эти цивилизации или нет. Этот вывод может быть сделан в том случае, если два, три, а еще лучше четыре или пять таких людей дадут описание какой-то цивилизации, и если эти люди друг друга не знают, эти описания совпадут. Это равна осторожно тому, как я, например, могу ничего не знать об электричестве и в это не верить по тем рассказам, которые у меня есть. Но меня приводят в комнату, показывают вот на эту розетку, и двадцать раз туда включают некий стеклянный баллон, который эти люди называют лампочкой. И при двадцати включениях она двадцать раз загорается. Тогда независимо, если я нормальный, объективно мыслящий ученый, то независимо от того, верю я в это или не верю, я должен сказать, что это объективно есть как факт. Скажите, вот если вернуться к вашему открытию, это как бы вы переворачиваете физику или вы просто нечто новое? Вы знаете, вот здесь очень трудно, что значит переворачиваете, что значит новое, да? Ни в коем случае всегда, когда возникает новая теория, она никогда не отрицает старую. Она ее дополняет и развивает дальше. Только так развивается нормальная наука. нормальная наука ничего не отрицается. Это новый шаг в познании. Это расширение наших представлений о мире. Любая форма, любая неоднородность в пространстве приводит к возникновению торсионного поля, то это означает, что вместо того, чтобы взять какую-то сложно структурированную матрицу, я могу написать букву А. и неоднородность в пасте, которая попала на бумагу, приведет к тому, что этот кривой знак создаст вокруг себя торсионное поле, которое будет специфично для буквы А. И так для всего алфавита, и так для всех цифров. Соответственно, когда вы сгруппировали какое-то количество букв слова, то оно будет соответствовать своей характеристической структуре торсионного поля. Ну, я уж не буду говорить о предложениях, страницах, книгах и так далее. То, что я дальше скажу, это, конечно, пока только предположение, но я думаю, что когда-нибудь на этой основе мы на строгом уровне сможем понять, каким образом происходит, что некие достаточно сильные экстрасенсы, положив перед собой книжку, через некоторое время начинают цитировать ее содержание, не открывая ее. Для этого есть все физические основания. Сегодня мы находимся в гостях у Николая Николаевича Денисова, и я хотел бы спросить его о тех явлениях, которые демонстрируют его прекрасные девушки. В последнее время наука столкнулась целым рядом явлений, которые не укладываются в современную картину мира. Эти явления получили название психофизических, и вот я хотел бы, Николай Николаевич, чтобы Вы немножко рассказали, как Вы представляете о том, как происходят эти явления, что являются их причиной и с чем они связаны. Это было бы для меня очень интересно. Ну, как Вы сказали, в последнее время много происходит того, что не укладывается в объяснение обычной традиционной науки. И уже даже большие ученые не могут это отрицать, и все уважающие себя люди, в общем, так или иначе исследуют эти явления, которые выходят за границы, понимание того, которое сложилось в результате классической нашей науки, физики, химии, биологии. То, чем я занимаюсь, является как раз тренировкой необычных возможностей человека, но это тренировка. Человек может делать гораздо больше, чем мы представляем традиционного человека. Традиционно мы говорим, что человек может видеть вот в таком частотном диапазоне от F1 до F2. Хотя в природе мы ясно видим, что сова может видеть и в полной темноте, в инфракрасном излучении, а кто-то может видеть гораздо в более широком спектре высокочастотном. Дельфин может слышать в очень высокочастотном спектре, а мы слышим только в таком узкочастотном спектре. Является ли эта граница для нас непреодолимой или мы можем ее раздвигать? Вот я сказал, что тренировкой мы можем раздвинуть спектр частот, которых мы принимаем гораздо более дальше, более широко воспринимать окружающий нас мир. Для этого надо тренироваться. Если мы тренируемся, то мы начинаем слышать такие частоты, которые обычный человек не слышит, видеть такие частоты, которые обычный человек не видит. И тогда невидимое для врача, который лечил больного, становится для него видимым. А следовательно, он может повторить то, что он только что сделал. Если экстрасенс сказал, что я видел картину, которая произошла здесь три дня назад, он может повторить это и увидеть еще там, что произошло четыре дня назад, пять дней назад. Но для этого он должен тренироваться. А тренироваться очень просто. Посмотри, пожалуйста, что было здесь пять минут назад. Если человек, который вам точно описывает, что было пять минут назад, и вы знаете, что он видит это достаточно точно, вы с большой уверенностью можете сказать, да, он действительно видит прошлое, и то, что он мне сказал, что случилось с моим знакомым, это действительно правда. Или вы приходите к доктору, он говорит, я вижу у тебя повреждения в твоем организме. Положите обычную кожу на листочек бумажки, и пусть он прочтет через эту кожу то, что написано в этой книжке. И станет ясно, действительно он видит через кожу, или это его фантазии. И то, что он говорит, что он видит у вас внутри заболевания, это он воображает, что у вас внутри заболевания. То есть тесты должны быть объективными, и тесты должны быть повторяемыми. Вот моя школа тем и отличается, что все, что мы делаем, это повторяемые, это проверяемые тесты. Хорошо, тогда давайте попросим девушек, чтобы они продемонстрировали нам некие изъявления, которые получились в результате тренировок. Сейчас мы продемонстрируем вам чтение с закрытыми глазами, и вот в руках у меня книга, которую я сам не читал, мне только что ее дали, и поэтому я даю текст, который я не знаю. Давайте, девушки. А вот это обычно такая повязочка плотная, она дается в аэрофлоте, многие ее знают. Вот сейчас Ирина наденет ее на глаза. Угу. Так, Ирина, ну пожалуйста, вот сверху прямо, вот здесь, вот здесь, вот здесь сверху прочитайте. Таким образом, следующие поворотные моменты характеризуют развитие точных наук. Первое, создание геометрии Евклида. Второе, создание геометрии Лобачевского. Третье, введение физику пространства Минковского, видимо. Четвертое, введение физику пространства Эйнштейна Петрова. Пятое, отказ от геометризованного представления об окружающем мире и общения и обращения к теории групп физики элементарных частиц. Ну достаточно. Да, очень сложный текст, и мы текст читаем. Видите, даже вашу книгу, обычную книжку, но даже вашу книгу, которая физически и там фамилия есть, все равно ее можно прочесть, не важно, что ты читаешь. И мы сейчас покажем, что это не уникальная девушка, потому что могут сказать, что вот нашел человек где-то там вот одну девушку. Мы покажем, что все девушки могут точно так же читать с закрытыми глазами. В чем повязка будет достаточно теперь толстая, это поролон. Такое, мы усложним. наш эксперимент. Итак, я даю книгу, которую я сам еще не читал. Эта книга, я думаю, что тоже незнакома нашей испытуемой девушке. Вот мы дадим ей прочесть текст. Ее Марина зовут. Марина, да. Время и антропия. Да, правильно. Посмотренные выше методы регистрации времени имеют один общий недостаток. Они тесно связаны с деятельностью человека и в этом смысле субъективны и искусственны. Даже если взять такой естественный объект, как земля, вращающийся вокруг Солнца, то измерение с его помощью в промежутках времени возможно только с участием наблюдателя. Достаточно. Удивительно. Понятно, что она читает. Немножко еще усложнее. Вот здесь у нас есть вот такой мешок, он двойной. Вот мы попросим ее надеть сейчас этот мешок и снизу даже, чтобы она вот так держала его, чтобы было понятно, что она его снизу не может никак подглядеть. только не торопите меня. Хорошо. Мы переворачиваем страницу и попросим Марину прочитать вот сверху этой страницы, сверху. Там руководство, наверное, руководство написано. Это перенос просто был. Неполное слово, неизвестное в русском языке. Энтропия механическими часами, зная количество энергии, потраченное на то, чтобы их завести. Если же говорить о влиянии флуктуации на обобщенную систему, с помощью которой измеряется время, то чем более она будет неравновесной, и чем большим производством энтропии она будет характеризоваться, тем меньше вероятность локального уменьшения энтропии. Все, достаточно. То есть, видно, что тут возможность подглядывания или какого-то исключена. Вы видите, повязка очень толстая, поролоновая, тут двойной мешок, пусть кто-нибудь попробует просто через двойной мешок что-нибудь, и видите, это в принципе невозможно. Фантастично. Однако, человек может видеть вот таких вот сложных вещах, но самое главное не то, что человек может. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это можно научиться. Человек многое может, но если мы подходим к физическому совершенству, то там как-то тренировка воспринимается нормально. Человек поднимает тяжесть, он тренируется день и ночь. Но когда мы говорим о вот таких необычных возможностях развития восприятия сигнала нашим мозгом, то мы почему-то не хотим прибегать к тренировке, мы хотим прибегнуть к фокусу. Вот погремел цепями человек рядом, на тебя что-нибудь там помахал и ты сразу стал ясновидящим. Я вас уверяю, такого не бывает. Если ты хочешь работать в таких удивительных режимах, то ты тоже должен тренироваться. Каждый день образ твоей жизни должен быть направлен на то, чтобы достигать достаточно больших совершенств вот в этой работе мозга. Потому что мы говорим, что ум, тело, разум. Так вот мы тело тренируем, а ум хотим, чтобы он сразу давал нам возможность получать это вот как дар какой-то. Как дар, ничего даром не получается. Если ты тренируешься, тогда получается. Если нет, тогда нет. Я с вами согласен, потому что, например, научная деятельность это тоже своеобразная тренировка. И ученые достигают результатов, то есть открывают какие-то новые законы, закономерности в результате длительной тренировки. и это ему становится видно, он просто видит эти законы и затем он их перекладывает на бумагу. И все знают эти законы. Именно так. Вот. Можно показать, что вот это вот зрение, которое мы видели, это же необычная, да, информация, получаешь информацию через большие препятствия, через повязку, через... Поролон. Поролон. Можно показать такую традиционную вещь. Вот здесь колода карт. Я еще перемешаю для чистоты эксперимента немножечко. Так. И мы начинаем. Тут с крестовой. Угу. Ну вот из десяти посмотрим сколько. Семь губновые. Угу. Шесть червова. Угу. Король бубновый. Угу. Я не уверена, валет пик. Угу. Угу. Неправильно, да. Угу. Угу. Восемь губновая. Угу. Чем-то дальше. Валет пик. Угу. Досмотреть, да. Досмотреть, да. Угу. Угу. Семь губновой. Семь губновой. Угу. Досмотреть, да. Досмотреть, да. Угу. Угу. Ну хорошо, хорошо, значит, из десяти карт две только были не угаданы, значит, 80% это гораздо превышает теорию вероятности, по теории вероятности угадывания карт. Даже то, что она не рассматривает, говорит только о том, что немножко надо потренироваться. В принципе, она же видит, что вот я здесь не досмотрела, но она термин употребляет, не досмотрела. Она видит, просто нечетко, да? Потренироваться будет видеть четко. Ну видно, что это превышает то, что должно было просто угадать. Из тридцати шести карт, восемь подряд, это вообще невозможно, о какой вероятности можно говорить. Вот, то есть я опять же веду к тому, что даже необычайные возможности человека, которые вот для обычного человека являются нереальными, здесь становятся реальными. И это мы показали, ну как бы, видеорежимы. Насколько видеорежим человека может быть шире, если человек пользуется вот такими необычайными возможностями своего мозга. А человек получает информацию у нас по пяти каналам. Это видеоканал, слуховой канал, тактильный, вкус и запах. Ну еще говорят о шестом чувстве. Вот это шестое чувство, но ведь это же каналы, они тоже условные, да? В принципе, когда я с вами разговариваю, я смотрю на вас, я слушаю вас, и даже если я не услышал какое-то слово, я по мимике или по вашему поведению да восстанавливаю слуховую потерь. Информация. То есть информация всегда идет в комплексе. Мы же условно делим ее на видео, слуховую, тактильную. Она вообще-то комплексная информация, обрабатывается у нас в голове тоже комплексно. Поэтому, если мы говорим вот об этом шестом канале, то по нему мы тоже можем условно поделить на информацию видео, на информацию слуховую, когда вы слышите то, что не слышат остальные люди. Допустим, мысль человека, которая, как мы теперь уже понимаем, является материальной, ее тоже можно слышать, эту мысль. Можно не дотрагиваясь до человека, однако человек чувствует, когда его не дотрагиваясь, на расстоянии я тяну человека, и его тянет. То есть раньше я тяну человека, мог только дотронувшись, взявшись за него и потянув его. Теперь я как бы на расстоянии тактильно с ним взаимодействую. Я на расстоянии могу передавать вкус, и это даже безо всякого обучения могут люди попробовать, да, лимон, и все чувствуют вкус лимона у себя. Сразу тут же идет воспоминание этого лимона. Поэтому, воспроизводя у себя и транслируя это чувство, можно очень легко вызвать такие же ощущения у других людей. Ну а запахи, примеры, это во всех книгах описано, как ставили несколько флаконов с духами, человек брал одни духи, нюхал, входил человек и указывал на те духи, которые он нюхал. То есть этот эксперимент тоже воспроизводим. То есть я говорю, что вот этот шестой канал информационный позволяет как бы увеличивать объем информации, которая поступает к нам традиционно. Но традиционно наши глаза видят от сих до сих. И если мы будем полагаться только на наши глаза, дальнейшее развитие человека невозможно. Если мы будем полагаться только на барабанную перепонку, то только от сих до сих слышим. И мысль человеческую не слышим, и музыку даже хорошую не слышим. Поэтому понятно, почему человек в консерватории один сидит и плачет от восторга, слушая музыку, а другой просто думает, что-то в скрипку перепиливают уже второй час, да, а этот дурак плачет. Он не виноват, у него барабанная перепонка, не воспринимая тех прекрасных абертонов, которые слышит рядом сидящий человек. Для него музыка восторг и произведение искусства, а для этого что-то такое пилит. То же самое, подходя к картине, даже работая в том же частотном диапазоне, разрешающая способность одного человека велика, и он смотрит на картину и говорит, что это гениальная картина. Хотя не прочел внизу, кто ее нарисовал. А другой пока не прочтет, что это Восницов или Репин, которую он помнит из школы, так он и не знает, что сказать про эту картину, хорошая она или нет. Любая картина, нарисованная художником, это тоже совокупность каких-то линий. Поэтому любая картина, она помимо чисто психологического эффекта восприятия как зрительный образ, она еще воздействует на человека своим торсионным полем, совокупной структурой тех линий, которые образуют эту картину. Тот художник, который рисовал эту картину, если это хороший художник, и рисовал ее там 10 лет или даже год, он пока ее рисовал, он воздействовал на нее своим торсионным полем. Все краски поляризованы по спинам и повторяют структуру поле того художника, который рисовал. Поэтому, когда мы подходим к картинам великих, которые рисовали картины не за два часа, то мы испытываем действие, оказывается, сразу трех факторов. Чисто эмоционального, как восприятие зрительного образа, это восприятие торсионного поля, связанного с формой, и восприятие торсионного поля того художника, который это рисовал. Он передает через эту картину, через ее торсионное поле, самого себя. Эти картины мы действительно не видели ни в репродукциях, никогда. Особенно направление тонкого мира, то, что мы почувствовали и поняли, это совсем новое у нас в живописи, никогда не встречавшись ранее. Да. Знаете, новый мир это нечто счастливое, идущее к нам из новых областей. Правильно. Которое будет расти, шириться и дать нам новыми машинами. В цветах это смотрелось божественно. Но, в всяком случае, что хорошо, что вам это понравилось. Это самое главное. За то, что вы это одобрены, за это вам спасибо. Николай Николаевич, спасибо вам, что вы подарили это миру. Это главное. Мы проводники из тех областей, которые пока нам недоступны. Ну, в котором мы все двигаемся. Конечно. Это несомненно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но это уплотнение имеет вполне определенную форму пространственную и, следовательно, порождает торсионное поле. Когда я говорю, звуковая волна уносит от меня с собой торсионное поле вдоль траектории движения этого звука. Поэтому тогда, когда мы с вами читаем в Библии, что вначале было слово, то мы с вами четко можем понимать, что за этим стоит вполне определенная структура торсионного поля. Существуют люди, которые действительно, видимо, судя по всему, эти поля видят. И видят их не глазами. Спиновая структура мозга воспринимает торсионное поле, эта картинка формируется здесь. И не важно, глаза открыты или закрыты. И не важно, темно или светло. Это сейчас приобрело некий технологический смысл. В Москве есть две школы, которые функционируют уже несколько лет. Аналогичная школа есть в Украине, в Харькове. В Харькове существует пансионат для слепых детей. И там есть, я, к сожалению, сейчас не помню его фамилию, человек, преподаватель, который там работает, который развивает это зрение у слепых. Я не знаю, показывали по украинскому телевидению или нет, но по центральному телевидению, по первой программе, с полгода назад показали короткий сюжет в программе «Время». Когда сидит девочка, у которой не только нет зрения, а у нее от рождения нет глазных яблок. Девочка, наверное, лет 8-9. Ей дают книгу, она ее открывает и достаточно быстро читает. Я хочу сказать, что вообще для человека, который на протяжении своей жизни постоянно не сталкивался с подобного рода вещами, не увидев это своими глазами, поверить в это трудно. Но несмотря на то, что я с этим, так сказать, сталкиваюсь более 35 лет, я тем не менее, как только эти люди появились, две группы в Москве, я все-таки решил лично в этом убедиться. Чтобы оттренировать взаимодействие с окружающим миром, надо много работать, и тогда вы будете видеть гораздо больше, чем видит обычный человек. Я сейчас покажу немножко, как слышать можно, не так обычно, как слышит обычный человек. Чтобы вот второй канал, который мы говорили, слуховой, насколько он тоже может быть развит у каждого человека. Сейчас девушки оденут повязочки. Значит, чтобы лучше слышать, нужно одевать повязки на глаза. Чтобы они не подсматривали, и отвернуться от меня, вот так вот отвернуться, чтобы они сидели спиной ко мне. я возьму вашу книгу, которую вы принесли, в которой тут всякие ужасные слова написаны. Энтропия. Научная, да, энтропия. И сейчас попробую то, что я вижу вот здесь, попробую передать, чтобы они услышали то, что я вижу здесь. Давайте по буковкам. Ага. Первая буковка. П. Дальше. Нет. Это не Е. И. Дальше. М. Е. Это не М. Нет. Ч. Примечание, да? Дальше пошли. Начали. Значит, пришли в эту группу, мальчику завязали глазам и проверили, что нигде никаких щелей нету. Мальчику завязали глаза в коридоре. Он вошел в комнату, обошел все стоящие стулья и ни на кого не наткнулся. Сел на свободный стул перед столом без всякой посторонней помощи. И дальше я просто достал у себя из дипломатки первые попавшиеся листы с какими-то документами, которые, естественно, он никогда в жизни видеть не мог и выучить не мог. Он взял эти листы и начал читать. Я ему достал картинку. Он рассказал все, что нарисовано на этой цветной картинке. Так вот, еще одним очень важным фактором, который отсюда вытекает, заключался в следующем. Такого рода люди могут просто взять в руки фломастер и нарисовать даже в цвете, а не только черно-белую, картинку, как выглядит торсионное поле, ну, допустим, вот около меня. И на этой картинке, кстати говоря, мы сейчас разрабатываем аппаратуру, которая позволит это просто визуализировать на экране компьютера. Так вот, они это пока делают вот неким естественным путем. Они могут нарисовать картинку, где будет видно, что вот там, допустим, слева, около этого бока, есть некий провал в структуре этого поля. Из этого можно было бы предположительно сделать вывод, что у меня, там, допустим, могла бы быть дисфункция селезенки. И вот, таким образом, можно было бы анализировать то, что они нарисовали, вот сделать довольно разносторонние выводы о состоянии человека. Есть некая структура поля, которая находится внутри нас. И если эта структура не содержит никаких дефектов, то никакими внешними воздействиями внутри нас ничего изменить нельзя. Любые изменения будут скорректированы действием этой внутренней полевой структуры. Но если только произошли изменения в какой-то этой части, этой полевой матрице, то в результате этого неотвратимо, даже без всяких внешних воздействий, неотвратимо начнутся изменения сначала на молекулярном уровне, потом на клеточном уровне, потом и так далее, и так далее. И, наконец, это дойдет до, так сказать, нормально диагностируемого заболевания. Мораль отсюда следующая. Если бы мы с вами могли контролировать это байдовое структурное поле, сорсионное поле человека, то мы бы могли, выявляя отклонение в его структуре, осуществлять диагностику, которую даже нельзя назвать сверхранней. Это диагностика предболезни. И скорректировав структуру этого поля, мы могли бы просто не допустить, чтобы у человека что-то могло возникать. В связи с этим я хотел бы вернуться к картинке, которую я вам показывал по совершенно другому поводу. Вот имеется некая территория, вот ее вы таким образом проанализировали и получили, где внутри Земли находится нефтяное месторождение. Опять же, не нужно обладать никакой гениальностью и никакой фантазией. Для того, чтобы сказать, давайте возьмем фотографию человека, запихнем в этот аппарат и посмотрим, а где есть пятна в его внутреннем, внутри его организма. Такая работа сейчас уже разворачивается. Первые эксперименты уже проведены еще три года назад. В зависимости от слов, букв, мы получаем различные торсионные поля. Распространяется это и на мысли. Более чем распространяются. Все, что мы с вами думаем, порождает торсионные поля, которые излучаются вовне. Это торсионное излучение группы людей, которые занимаются медитацией. Вот это их коллективное торсионное поле, которое при этом возникает. Похоже на цветок. Да, да. И причем, видите, есть еще вот такие радиальные структуры, близкие к кольцевым. А вот насколько сложно структурировано торсионное поле, оказывается, у экстрасенсы. Вот пространственно оно имеет вот такую форму. В другом состоянии у экстрасенса будет другая структура. И таких фотографий очень много. Что общего между торсионными полями и кирлиановской техникой фотографирования? Само по себе это никакого значения не имеет, но просто тогда, когда действует кирлиановская аппаратура, это просто СВЧ-излучение. Излучение СВЧ-токи, которые подаются на тот объект, который фотографируют. То оказывается, что просто СВЧ-излучение, полеализуя около этого человека физическое пространство, дает возможность на уровне так называемых электротрассионных взаимодействий позволять визуализировать в ультрафиолетовой области те трассионные излучения, которые создаются этим объектом. Диагностика предболезни и ее устранение. Как вы относитесь к тому, что болезнь возникает в поле не случайно? И нужно не устранять ее, а ее понимать прежде всего ее причину. Это отдельный предмет для разговора. Те люди, которые достаточно хорошо знакомы с эзотерикой и сенсорикой, они прекрасно понимают, что эти структурные изменения могут быть, грубо говоря, в первом приближении, в действительности факторов больше, но три наиболее важные. Это изменения, которые могут быть приобретенными вот в реальности на Земле, то ли в результате какого-то внешнего воздействия, то ли, так сказать, какого-то физического фактора. И тогда в этом случае эта причина может быть просто устранена некой коррекцией извне. Что, кстати, делают экстрасенсы тогда, когда они занимаются лечением. Эти искажения могут носить, если выражаться стандартной терминологией, кармический характер. Тогда в этом случае могут быть две ситуации. либо эти кармические изменения допускают вмешательство, и можно эту ситуацию исправить. Либо не допускают вмешательство. Тогда любое вмешательство будет наказуемо для того, кто вмешивается. Как развивает зрение в школе слепых, где вы были. У них есть соответствующие методики. Вот здесь, пожалуйста. Какие-то вытворили пальцы. Наверное, видение. Правильно. Видение. Это исследование посвящено проблеме времени. Понятие времени – одно из наиболее фундаментальных и общих в человеческом знании. Наверное, нет другого такого понятия, более обширно и глубоко пронизывающего все сферы деятельности людей. Ну, достаточно. Призывитесь там. Сейчас откроем. Все правильно. Если брать вот так общую статистику, то легче всего обучаются дети с 9 до 14 лет. Это одно-два занятия. И дети начинают свободно, бегло читать. Вот так и быстро. То есть для них еще мировосприятие, они как бы определяют, насколько широко они взаимодействуют с миром. И если родители прислушаются, то часто дети даже говорят, мам, смотри, за стенкой дяденька плачет, да? Родители говорят, не говори глупости, за стенкой нельзя ничего видеть. То есть мы сами их иногда обрезаем в границах, доступных нам, и детям мы такие же границы делаем. Поэтому иногда занятия сводятся к тому, что я говорю, да можно видеть. Он говорит, правда, а мама говорит, что нельзя. А я, конечно, вижу. Спасибо за радость сказки, становящейся былью. Ну да, действительно. Я хотел бы сказать, что я вот сейчас не помню, кто из писателей-фантастов сказал, что наука – это легенда, которая работает. Это легенда, которая работает. И наука – это легенда, которая работает. Продолжение следует...